Вольная борьба Романа Михайловича Дмитриева Спорткомплекс «Триумф» В очередной раз принимает у себя в родных стенах Большой турнир Сегодня и завтра у нас будет праздник борьбы, дорогие друзья Вход на трибуны свободный, совершенно бесплатный Каждый любитель и поклонник борьбы Если вы находитесь в городе Якутске, то приглашаем вас на трибуну Но если нет такой возможности, то вы можете смотреть за ходом соревнований На телеканале «Мамонт» Это у нас будут предварительные схватки А вечером в 18.00 После торжественного открытия На НВК «Саха» уже на Пройдут финальные поединки Сегодня у нас борьба за медали в пяти весовых категориях Это 57 килограмм, 65, 74, 86 и 97 килограммов Дорогие друзья Завтра поединки пройдут в остальных весовых категориях Но мы видим, что потихоньку уже фанаты вольной борьбы И стар, и млад начинают собираться Заполнять трибуны главной спортивной арены Республики Не побоюсь этого слова Турнир Романа Дмитриева Ранее носил статус международного Но в этом году он пройдет в формате всероссийского Ну, в связи с известными обстоятельствами Санкциями Ну, не будем об этом Но, тем не менее, на турнир 22 года Приглашены зарубежные команды из пяти стран Это Армения, Казахстан, Белоруссия, Молдова и Монголия Монголия, кстати, представлена наибольшим количеством участников Они перевезли интересных спортсменов, призеров первеностов мира Призеров и победителей первеностов Азии Также стоит обратить внимание, что в числе участников из регионов Российской Федерации Отдельной командой будет выставлена сборная России Это юниорский состав, который привез старший тренер Абдусалам Махматович Гадисов Так, и у нас начинаются первые схватки турнира Это квалификация весовой категории до 57 килограммов На ковер Б приглашаются С красного угла Джилустан Петров, Республика Саха-Якутия И Алдар Шойженемаев Бурятия Ну, мне кажется, надо нам посмотреть на ковер А Где пройдет, ну, мне кажется, наиболее интересное противостояние Та же весовая категория, наилегчайшая Это С красного угла Молодой борец Ну, здесь все молодые, но Красный угол это Андрей Медловец Уроженец Амгинского луса А против него Александр Баин Ну, в ранге фаворита выступает Андрей Медловец И сразу же проходом в ноги Зарабатывает первые два балла на турнире Перспективный борец наш Провел последний сбор в Адлере Вместе с командой Лидеров сборной республики Андрей Медловец Имеет за спиной победы И на первенствах России По кадетам Но по юниорам у него пока нет Серьезных результатов на Официальных первенствах Но будем надеяться, что все впереди Его соперник Александр Баин Тоже представитель республики Саха-Якутия Ну, тут надо сразу Сказать, что В категории 57 килограммов Самое многочисленное На этом турнире 25 борцов Будут представлять Республики Саха Всего в категории заявлено 36 спортсменов Фавориты Их двое Главных Которые претендуют на золотую медаль Но естественно Надо полагать, что И другие участники будут Бороться за медали Но Есть два сырных фаворита Претендента на золото Это Лев Павлов Чемпион республики Среди мужчин Этого года Борис из Сунтара И его главный соперник Артем Габаев Артем Габаев Победитель первенства России Этого года К слову сказать В финале Первенства, который прошел В Каспийске Он победил Льва Павлова Так что У Нашего борца Два Павлова Будет Если он пройдет в финал Я видом Почти убежден Возьмет реванш Но пока Медловец ведет С счетом 4-0 До конца первого периода У нас Неменьше Полминуты Юниоры Это Спортсмены До 21 года 57 килограммов Квалификация Ну я параллельно Буду рассказывать Тоже И О Результатах Которые Проходят На параллельном ковре Там счет пока 2-0 Дмитрий Петров Ведет Сватку Алдара Шаженемаева Это перед нами Александр Баин Воспитанник Чурописистой школы Борьбы Арбитр на ковре Сергей Семенов Чемпион республики Чемпион республики По борьбе Хабсагай Абсолютный чемпион Этого года Работает тренером Здесь прекрасно встретил Медловец Поймал на контратаке И сходу Уже накатил Соперника Счет 8-0 И Тут Досрочная победа Андрей Медловец Стартует Очень уверенно Первая победа За счетом 10-0 Андрей Медловец Видим что У него Небольшая травма На предплечии Смотрим повтор Интересно моментов Вот он Красивый прием На 4 балла Сразу Внутренний зацеп И вот что Произошло Уже во втором Периоде С этого положения Он набрал 6 баллов 2 балла Проходом Еще 2 балла Накатом И еще 2 балла Вторым накатом На ковре А у нас Сейчас выйдет Вторая пара Представитель Сборной команды Казахстана Выйдет Еломан Амангельды Красный угол А это перед нами Стоит Степан Охлопков Республика Саха-Якутия Степан Охлопков Во всей красе Его соперник Наш гость Из Солнечного Казахстана Еломан Амангельды Весовая категория 57 килограммов Квалификация Пока все ждут Выхода на ковер Казахстанского борца К слову сказать Что Казахстан Борцы Из Этой страны Постоянные участники Турниров Якутске Они переезжают на Соревнования И Памяти Дмитрия Коркина И На турниры Романа Михайловича Дмитриева Иннокентий Посельский В наших экранах Средняя команда Чуропчия Так вот До сих пор Ждем Выхода на ковер Соперника Нашего Борца Ломана Амингельды Что-то задерживается Соперник Ну по правилам Борьбы Так ну мы видим Что соперник уже Готов Готов И сейчас Уже выходит на ковер Завяжен Мы не знаем причин А почему Он Задержался Так и схватка Началась Завязка Пока Разведка Всего же Воспитанников Якутской школы борьбы Будет Будет Представлена В количестве 68 Борцов В прошлом году Если сравнивать То 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 У нас было Три золотых Медали Их Завоевали Харесхал Григорьев Александр Иванов И Даниил Иванов Как будет В этом году Еще не знаем Но Будем надеяться Что Не хуже Выступят Наши борцы Хотя Конкуренция За Золотые Медали Будет Очень Очень Серьезная Основные Фавориты Это Мне кажется Будут Представители Сборной Команды России Серьезную Делегацию Перевезли Тренерский Состав На главе Абду Салам Агадисова В числе Участников Здесь Много Победителей Первенцев России Призеры И победителей Первенцев Мира Европы Этого года Ну а пока Схватку ведет Степан Охлопков На параллельном Ковре Идет Результативная Борьба Алдар Шайженимаев Со счетом 13-7 Ведет Схватку У Дмитрия Петрова Дмитрия Ковре С счетом 2-0. Ну, пропускает проход в ноги. И опасное положение. Опасное положение. Защищает сейчас Степан. И, ну, скажем так, достойно защищался. Отдал всего 1 балл сопернику. А мог и 2, и даже 4. Опа! Но тут поймал на кочергу сейчас Амингельды. И зарабатывает 4 балла. И выходит вперед. Прекрасный бросок в исполнении казахстанского борца. И счет на мнение Ока становится 5-2. 5-2. 5-4, извиняюсь. 5-4. И даже 6-4. На табло. Сейчас увидим, какой бросок удался. Эламану Амингельды. 6-2. В итоге на табло. Сейчас разбираются арбитры. Отценивают вот эти последние действия борцов на ковре. Вроде бы все тихо и меренно складывалось у Степана Ахлопкова в первом периоде. Но в самой концовке отдал сразу 6 баллов. 5 баллов в итоге. На табло. До сих пор сейчас непонятно. Табло меняется. Пока 5-4 в пользу красного. Да, 5-4. Отценили. Судьи. И у нас тем интереснее будет второй период. Вот не ломаться. Сейчас, сейчас, сейчас. И Степан Ахлопков. Вот он, да, вот он, вот он. Вот он, вот он, вот он. Вот он, 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 он. Сейчас, сейчас, сейчас. Бердите, береги. Давай. Еще два балла отдал Ахлопков. 7-4 ведет казахстанский борец. Так. Кто-то с пальцами. Еще раз напоминаем. Сегодня, в первый день соревнований, у нас пройдутся схватки в весовых категориях 57 килограммов, 65, 74, 86 и 97 килограммов. Пройдут предварительные схватки, полуфинальные и финальные вечером после торжественного открытия пройдут. Узнаем имена первых победителей и призеров турнира. И снова сейчас пропускает проход. И что такое? Отличное контрдействие со стороны Степана Ахлопкова. показалось, что сейчас Амагильды заберет два балла железные, но Степана Ахлопков очень умело провел контратаку. Один балл остается у Степана и полторы минуты, чтобы получить свое положение. Забирает балл 7-7, но по качеству все равно ведет Ахлопкова. Амагильды, потому что у него было 4 балла. Четырехбальный бросок. 7-7 у нас на табло. И Степан атакует. Самое интересное сейчас нас ждет. Последняя минута пошла. И еще один балл. но видно, что чуть-чуть подустал казахстанский борец. Держится за палец. устал мне кажется, но все же борьба продолжается. 45 секунд до конца схватки. Якутский берет Степана нахлопкова ведет. Он проигрывал по ходу схватки. Но сумел таки. Сейчас отличный был момент прохода в ноги. Но и снова проход. хорошо встретил его казахстанский борец. И последние секунды 20. Да, и отличный так. Тут мне кажется, баллов давать не будут. То ли срыв, то ли что. Да, срыв атаки. За такие действия баллы не даются. Счет по-прежнему 8-7 в пользу Якутянина. Но здесь надо выдержать, выдержать, выдержать надо. Опа! И за, 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 за 4 секунды. Очень обидно казахстанский борец добился волевой победы. Алдар Шейжи Немаев проявив невероятные волевые качества. Конечно, в лице Степана Охлопкова досада. Вел он хватку. Вроде бы победа была у него в кармане, но 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 надо всегда бороться до конца. Выложиться и Эламаном Ингольды вот он красивый бросок в конце первого периода. Он оказался в итоге решающим. Да, ну, отличную схватку мы посмотрели. Надеюсь, уверен, зрители остались в восторге. на ковре а у нас сейчас пройдет квалификация очередная, но уже в весовой категории до 65 килограммов. с красного угла вышел представитель сборной команды Белоруссии Дмитрий Шварц. Против него Кирилл Дорожкин. Кирилл Дорожкин. Уроженец Хангаланского Луса. Победитель и призер всероссийских турниров по юношам. В общем, перспективный борец наш Кирилл Дорожкин. У него также есть старший брат Алексей Дорожкин. Увидели выступление наших зарубежных гостей. Борца из Казахстана. А теперь вот на очереди и белорусский борец Дмитрий Шварц. Параллелем ковре вышли борцы категории 74 килограммов. Это Антон Сучков и Юлиан Сильвестров. Там тоже интересная схватка. Ну а перед нами Дмитрий Шварц и Алексей Дорожкин. 65 килограммов. Увидели И Сучков попробовал внутренний зацеп. Этот прием умело пользуют обычные чеченские борцы Адам Сатьев в особенности. Пока 1-0 за счет активности ведет Дмитрий Шварц. На следующей неделе в Минске пройдет международный турнир на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведь в Белоруссии. Там ожидается выступление якутских борцов Ариана Титрина, Андрея Бекринева, Нергуна Скрябина и ряда и десант борцов из Республики Сахар-Якутия тоже поедет в числе Нергун Сергин, Петр Копылов, Харасхал Григорьев и другие. Также на следующей неделе уже в Сербии, Белграде пройдет чемпионат мира, к сожалению, без участия российских и белорусских борцов. Но представительство Якутской школы борьбы все же будет. Наши четверо легионеров. Эдуард Григорьев за Польшу, Владимир Егоров чемпион Европы за Македонию, Николай Ахлопков за Румынию и дебютант чемпионата мира Георгий Окараков выступит за Австралию. Будем болеть, переживать, смотреть. Конечно же, у нас второй период. Дмитрий Шварц и Кирилл Дорошкин. Счет 1-0. Пока на параллельном ковре Антон Сучков ведет в 5-0 у Юлиана Сильвестрова. Кирилл Дорошкин немного попытался зацепить соперника. Но надо сейчас уже поактивнее действовать. Он проигрывает. Активити тайм дали белорусскому борцу. И если по истечении 20 секунд не будет активных действий, то счет станет 1-1. Теперь уже в пользу нашего борца Кирилла Дорошкина. Кирилл Дорошкин, воспитанник училища Олимпийского резерва. Родом из Хангалатского улуса. Так, и попытка была сейчас у Шварца пройти, взять на мельницу. Но сам попался на контрприем от Кирилла. Кирилл его прекрасно встретил и поймал на 2 балла. 3-1, 3-1 идет уже Кирилл Дорошкин. Кирилл Дорошкин. Так, ну после данной пары у нас пройдет квалификация в категории до 74 килограммов. А потом до 86 по одной паре. И потом 97. И седьмой парой выйдет, пожалуй, самый ожидаемый борец данных соревнований. Лев Павлов в категории 57 килограммов. В одной 16-й пенала он выйдет против Петра Адамова. Тоже из команды Якутии. Седьмая пара. Запоминайте. Лев Павлов, Петр Адамов. Многим, наверное, интересно, в какой форме находится чемпион Республики. Лев Павлов в этом году в январе выиграл чемпионат Республики среди мужчин. Это стало своего рода сенсацией. Потом стал вторым на первенстве России. А летом стал серебряным призером на Спартакеаде в Барагонцах. Показал очень красивую борьбу. Но в финале уступил Петру Копылову. Так, у нас последние секунды. 15 секунд остается. И Петр Дмитрий Шварц пытается рисковать. Но Кирилл Дорожкин все контролирует. И добивается первой победы. В этой категории. Это борьба. Где есть проигравший и победивший. В данном случае это Кирилл Дорожкин. Поздравляем Кирилла. С почином. Вот я повтор. Сейчас попытается на мельницу взять. И... Кирилл Дорожкин поймал на накрывание. Забежал за спину. Ну и вот это он тем самым заработал свои победные 2 балла. Которые принесли ему успех. В данном поединке. 74 килограмма. Очередная квалификация у нас. Богдан Грибанов. Кемерово. И Ильяс Ярбалатов. Синий угол. Казахстан. Богдан Грибанов и Ильяс Ярбалатов. На ковре А выступают наши гости. Опа. Сейчас оценим действие. 2 балла красному. 2 балла синему. По 2 балла. Обменялись. Скажем так, любезностями борцы. Было красиво. Было интересно. Что-то мне подсказывает, что борьба будет открытой. Открытой. На первой минуте, в секундах, борцы без разведки обменялись баллами. На камеру Грибанов приглашаются от боярка 2 балла. Ну а затем пошла у нас уже завязка. Борьбы борцы ищут удобные захваты, чтобы начать свою атаку. Представитель Кемерова. Богдан Грибанов. На спине у него написано хороший захват и отсюда можно провести. Ну, сейчас посмотрим, какой прием он проведет. Давай, давай, давай. Нет. Ничего. И... 2 балла. 2 балла. Забирает. Нет. Пока нет. Отдал ногу. Давай, давай, давай. Отдал все-таки ногу. И защищается сейчас Казахстанский борец. И все-таки возьмет, наверное. Оп. Так. Арбитры на ковре. Из Монголии. Так. Видим мы Павла Павла Чепенигина. Василия Гоголева. Александра Иванова. Прославленных борцов Якутии. Олимпийцев. Василий Гоголев, правда, не олимпиец. У него была, скажем так, не олимпийская судьба. Мог бороться на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 84-м году. Но из-за санкций, опять-таки, фаворит не поехал на турнир. Но зато Василий Гоголев является многократным чемпионом Советского Союза. Чемпионом Европы. И победителем игр доброй воли. Вот, смотрим, ну, самый яркий момент первого периода. Счет пока 4-2 в пользу Богдана Грибанова из Кемерово. Кстати, в Кемерово весной будущего года пройдут вторые международные игры «Дети Азии». зимние игры на Кузбассе. У Кемерово тоже очень такая хорошая школа борьбы. одна из ведущих в России. Ну, естественно, после Дагестана, Сетии, Красноярска, Якутии, Тывы и Бурятии. Наверное, идет Кемерово. Сибирская школа борьбы. Ильяс Эрбалатов сейчас более в выгодном положении. пытается забежать за спину, но Магдан Грибанов решается и делает это довольно-таки успешно. Снова останавливает арбитр. Ну, вот этот арбитр, он олимпийской категории. Так что претензий к нему быть не должно. Пожалуй, самый квалифицированный судья и арбитр на наших соревнованиях. Опа! Четыре балла отдает монгольский арбитр. Боковой арбитр Джилустан Сибцев соглашается. И наверное, будет повтор. Обязательно посмотрим. Правда, не очень чисто было. Ну, амплитуда, красота все это было. Вот он, смотрим. Богдан поднимает и бросает. Но, правда, вот не на спину, а на живот приземляется монгольский борец. Казахстанский, извиняюсь. сейчас посмотрим. Красивый момент. за что любят поклонники борьбы. Дали четыре балла Богдана Грибанову представителю Кемерова. как раз мы вот мы хвалили Кемеровской школы борьбы и Богдан Грибанов нам это показал. Проходит ноги. Получается накат. у нас 12-2 досрочная победа Богдана Грибанова. Неплохой борец оказывается растет у Кемеровчан. И получает свою заслуженную порцию аплодисментов от трибун Богдан Грибанов. 74 килограмма проходит он квалификацию. Вот он бросок. украшение первого дня всероссийского турнира безусловно. Следующая схватка категория 86 килограммов. Два представителя Иркутской области Алексей Евдокимов и Руслан Юршин выходят на ковер. Ну я предлагаю нашему режиссеру перейти на ковер Б мне кажется потому что там борцы категории до 57 килограммов уже начали начали 1 16 финала Эльдар Иванов и Анатолий Козлов первый период пока 1 0 в пользу борца из красного угла Эльдара Иванова его соперник Анатолий Козлов два представителя Якутской школы борьбы Посмотрим за нашими борцами Ну на ковер А мы возвращаемся скоро потому что седьмой парой там выйдет скоро Лев Павлов этот момент никак не упустим Категории 57 килограммов в наилегшайшей весовой категории выступает 25 хозяев ковра 25 якутских борцов из 36 участников данной категории Видимо что борцы очень хорошо знают друг друга 1-1 обменялись баллами борцы по активным действиям Вчера кстати в стенах училища Олимпийского резерва прошел мастер-класс который дали наши титулованные борцы а ныне молодые тренеры сборной команды России это Абдуслан Гадисов Вадим Лалев и Шамиль Кудея Магомедов в них приняло участие порядка 50 воспитанников якутской школы борьбы юных борцов проход в ноги козлов и всего один балл всего один балл удалось выложить максимум из этого прохода на мастер-классе было очень интересно Гадисов Кудея Магомедов и Лалев показали свои коронные приемы особенно понравился прием коронный Абдусалама Гадисова который коронный его прием мельница с захватом головы редкий по красоте прием обычную мельницу используют захватом руки и ноги но у Гадисова получается захватом головы такой амплитудный бросок который ему помогал много раз на международных коврах в том числе и на чемпионатах мира так Анатолий Козлов нечистая победа 7-2 7-2 Анатолий Козлов с отрывом 5 очков проходит в одну восьмую финала Анатолий Анатолий Алексей Антипин Козлов Анатолий Алексей Риви Республика Анатолий Анатолий ФО ФО Среди Юниоров и юношей Вот он его отец Иван Антипин является большим поклонником борьбы Кстати он сидит в углу у своего сына Такой настоящий патриот и фанат борьбы Ну и решил развить навыки своего сына за пределами республики и отдал в осетинскую школу борьбы Алексей Антипин Красный угол Его соперник Алексей Репин победитель первенства республики и лучший борец турнира на призы олимпийского чемпиона и железные дороги Якутии олимпийского чемпиона Павла Пенигина турнир проходил летом этого года Ну правда Репин более молодой по возрасту наверное выступает Антипину является уроженцем Аймаконского района из полюса холода Алексей Репин синий угол и Алексей Антипин боковой проход ноги но Репин все это контролировал видел звать доктора на ковре А победу одержал Руслан Юршин Иркутская область на ковре А начинается поединке в весовой категории до 97 килограммов приглашается синий уроженцем Мурской область живой то есть компенсированная сеть полаг первых товаров потребовалась помощь доктора вот он Иван Антипин Иван Антипин отец Алексея Антипина большой поклонник борьбы кстати он лично знаком со многими ведущими российскими борцами в очень хороших отношениях с олимпийским чемпионом Заурбеком Седаковым он гостил пожалуй единственным из представителей Якутии на его свадьбе у Заурбека Седакова недавно на сборах во Владикавказе Иван Антипин передал вручил Заурбека Седакову такой хороший презент Якутский нож знак благодарности Ну пока счет 0-1 пользу Алексея Репина молодого борца Антипин прошел в ноги И должен заработать 2 балла остается 18 секунд до конца первого периода и все-таки зарабатывает 2 балла еще 2 так по 2 по 2 показывает арбитр посмотрим посмотрим пока челленджа нету по 2 по 2 и счет 2 3 в пользу Репина первый вперед смотрим повтор и контратаку репина вроде бы антипин часа возьмет два балла свои но контрприемом репли репин вот по два балла и 2 2 минут 3 минутка еще раз напоминаем алексей репин является лучшим борцом турнира на призы олимпийского чемпиона павла пенигина который проходил этим летом здесь же юмпе на камне прошел ноги за спину и пытается накатить алексей репин ну да и накатывает еще два балла 7-2 антипин отвечает одним баллом приглашение так дорогие друзья на ковер а приглашается лев павлов и петр адамов по истечении данной схватки сразу же перейдем мы на ковер а я посмотрю потому что потому что выходит чемпионы республики или павла до конца эти схватки остаются ровно минута 5-7 5-7 интересная схватка еще не ясно кто же выйдет победителем данной поединке опа а никитин никитин прошел в ноги боковой а проход в ноги я так понял это у него такой то ли коронный но пока балла своего не взял защищается антипин 26 секунд остается 15 секунд проходит сейчас казалось бы надо рисковать сейчас алексей антипину чуть-чуть надо надо рисковать и и все алексей репин молодой борец из аймакона выигрывает эту схватку тяжелую да и я предлагаю перейти на ковер а на ковер бэм победу одержал алексей репин республика саха якутия республики лев павлов лев павлов и петр адамов оба представителя сборной команды республики саха якутия петр павлов извиняюсь лев павлов представитель сахарского улуса чемпион республики среди взрослых призы николай николаевича тарского этого года это было сенсации главной сенсации чемпионата республика республики который проходил январе в поселке нижний бестях и буквально влюбил себя текутких мальч бой да ну пока хорошо защищается его соперник петра дамов и данном случае он находится даже выгодной позиции и так стойка 37 секунд остается до конца первого периода поклонники борьбы ждали также ожидали участие в категории до 70 кг другого нашего лидера станислава станислава силенобоева но к сожалению двукратный победитель первенства россии первенство мира станислав силенобоев на последнем сборе получил травму на голеностопе и пропускает данный старт 1-0 лев павлов пока ведет очень хороший кадр представил нам режиссер трассляции алексей просимов павел пенигин олимпийский чемпион и серебряный призер олимпиады в монреале александр николаевич иванов наблюдать за схватками своего турнира в памяти своего товарища соратника романа дмитриева так ну скажем сразу что от льва павлова не всегда не всегда стоит ждать яркой искрометной борьбы борец ну обычно выигрывает соперников таким с минимальным счетом он прагматичней скажем так у него стиль но у нас пока 3-0 хороший проход провел хорошая защита кстати у льва павлова так ну включился сейчас в борьбу еще два балла заработал 5-0 на табло кстати секундирует павлова его отец еще накат еще накат еще накат и все как только мы сказали что у льва павлова прагматичный стиль борьбы то вот он отец семен павлов начальник управления спорта сунтарского луса мастер спорта по борьбе хабсагай сам в свое время тоже был одним из ведущих вольников республики многодетный отец кстати павлов старший сын добился яркой победы в первой схватке турнира романа дмитриева 11-0 лев павлов петр адамов м в первом периоде было честно сказать немного скучновато во втором Во второй половине Лев Павлов включил свои обороты и за минуту полторы он оформил досрочный счет. Лев Павлов быстрый. Хорошую скорость показал. На ковре очередная схватка. 1.16 пенала в категории 57 килограммов. Андрей Медловец. Для него это уже второй выход на ковер. Выступал он первой схваткой в квалификации. А теперь уже в основной турнире на сетке. Вышел против него Николай Захаров. Тоже борец из Якутии. Так. На ковре Б мне кажется более такая интересная схватка. Я предлагаю перейти на ковер Б как только будет такая возможность. Потому что там выходит еще один тоже. После этого периода. Давайте перейдем на ковер Б. Потому что там выходит борец из Монголии Ганболт. Против него еще один наш фаворит в данной весовой категории Николай Охлопков. Ну а пока здесь Медловец и Захаров. Идет такая разведка. Идет такая разведка. Идет такая разведка. Так. Ну. Мы перешли на ковер Б. Где идет схватка в этой же весовой категории 57 килограммов. Представитель Монголии Ганболт. И Николай Охлопков. Результат проведения схватки между Андреем Медловец и Захаровым мы будем оповещать вам. А пока смотрим за экран здесь. В синим треховом Николай Охлопков. Молодой борец. Тоже очень перспективный. Победитель многократный первенства. Республики. Является победителем первенства Дальнего Востока. На России был ли призером. Там, по-моему, он был. Так вот. Николай Охлопков. Тоже. Рассчитывает на призы. В этом весе. Болор Эрдене Ганболт. Монголия. Монголия привезла 11 участников на этом турнире. Какие висистые швунги делает монгольский борец. Это заметно. Сейчас посмотрим, кто тоже. Болор Эрдене Ганболт. 10 секунд до конца периода первого. Посмотрим, что будет предложить Николай Охлопков. Во втором периоде Болор Эрдене Ганболт. Такой жилистый борец. Выступает Николай Охлопков в трико от Iron Collection. Иркутская фирма, которая специализируется на изготовлении футболок, спортивных форумов. Выступает, кстати, одним из спонсоров на этом турнире. Iron Collection. Иркутская фирма, которая специализируется на изготовлении футболок, спортивных футболок. Сейчас Охлопков будет атаковать. Будет показывать активные действия. И 30 секунд дается монгольскому борцу. За счет длинных рук ухватывается монгольский борец. Охлопков защищается отчаянно. И удается ему это. Кусается, говорит. Жалуется арбитру Охлопков. И счет становится 1-1. И первый же в пользу никутского борца. Борьба уже там на желтой зоне. Что здесь? Так, ну, здесь баллов никому не будет. Потому что борцы вышли из-за предела ковра из положения партера. Из положения партера. Это по правилам. Такое никому баллов не дается. В турнире памяти нашего олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Приехали в этом году борцы из пяти зарубежных стран и 12 регионов России. В том числе сборная, юниорская сборная команды России. Снова положение обоюдного захвата. 35 секунд до конца схватки. 1-1. Если счет не изменится, то победа достанется Охлопкову. Но забегать не будем, потому что сейчас опасный момент. Отвечается Николай. Опа. И, да, забегает за спину. Зарабатывает победные два балла. Николай показывает активность. И добивается победы над сильным борцом из Монголии. Кульминация схватки состоялась в самой концовке. Докумбрия. Победа держал Николай Охлопков. Республика Сахар. Докумбрия. Докумбрия. Приклашается Баир Баянтуев. Следующая пара. Баир Баянтуев и Алексей Яковлев. Также весовая категория 57 килограммов. Одна шестнадцатая финала. Баир Баянтуев. Представитель Бурятии. Ну, а мы смотрим за повтором, за победным действием Николая Охлопкова. Баир Баянтуев из Красного Угла. Хороший борец. И специалисты говорят, что Баир Баянтуев будет бороться за медали в данном турнире. Приехал за медалями. На ковер приглашается Костиль Семенов. Есть еще Жаргал Баянтуев. В этой весовой категории. Ну, оба борца лидеры в юниорской сборной Бурятии. Вот он. Отличный перевод. Два балла. И идет на накат. Накат. 4-0. Еще накат. Нету. Да. Дали два балла. 6-0. Еще два балла. 8-0. И... Скоро-тичным... Будет данная схватка. 10-0. Бояр... Бояр... Боянтуев. Побеждает нашего борца Алексея Яковлева. Ну, мы видим, видим, что... Яковлев. На ковре Б. Молодой болезнь. Победу одержал. Все. По его болезни. Республика Бурятия. Мы остаемся на этом ковре, потому что... Сейчас выйдет еще один наш лидер. Смотрим за повтором. За... Каскадом приемов от Бояра Боянтуева. Ну, забрал руку. Видим, что поэтому из этого положения... Он провел несколько накатов. Александр Егоров. Республика Сахая-Якутия. Выходит... С красного угла. Из синего угла выйдет... Егор Явловский. Призер первенства России. Егор Явловский. Синий угол. Будет работать на медаль. В данной весовой категории. Егор... Находится он и в нижней части. Турнира сетки. И... По мнению некоторых специалистов... Он... Возможно поборется в полуфинале. Если пройдет... Данного соперника. И последующих. То он, скорее всего, попадет на Артема Габаева. Ну, так же не будем забегать далеко вперед. Но все же фавориты не должны... Должны, как говорится, себя проявить. На то они и фавориты. Есть, я сиди. Александр Егоров. И Егор Явловский. У Егора... Также секундирует его родной отец. Таких моментов у нас на данном турнире будет немало. Мы видели, как у Льва Павлова в углу сидел отец Семен Павлов. Центральные трибуны спорткомплекса «Триумф» наполовину заполнены. Зрители потихоньку собираются. Ну, вечером на церемонии открытия и на финальных схватках будем надеяться, что их будет больше. Все-таки больших таких соревнований у нас давно не было. Наверное, любители, поклонники вольной борьбы Якутии и спорта в целом соскучились по таким мероприятиям. И Егор Явловский 4 балла зарабатывает вот этим приемом. Еще 2 балла, 6-0 на табло у нас. Или что? Да, 6-0 на табло. Егор Явловский. Вот он. Ходил, 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 ходил и поймал нужный момент. Провел отличный проход в обе ноги и бросил соперника. Потом еще накатил на 2 балла. Продолжение следует... Первый период, 0-6, в пользу Егора Явловского. Вот он. Момент прохода. Можно было давать 2 балла. Арбитры посчитали 4. Потому что там небольшая амплитуда была траектория полета. Победу одержал Ян Васильев, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашается Николай Заболас, Республика Саха-Якутия. Ренчинный карман, Республика Бурятия. Весовая категория до 50 килограмм. Одна шестнадцатая финалка. Продолжение следует... Опасное положение. Явловский хороший. Два балла еще. Переворот. Хочет забрать руку. И еще два балла. За ноги. 10-0. Чистая победа. Чистая техническая победа. Егора Явловского. Посмотрим на Егора. И спортсмен проходит в одну восьмую финала. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, скрестный захват. 10-0. Очередная схватка. На ковер... Выходит... С красного угла... Арсен Кондратьев. Республика Саха-Якутия. И... Против него... Эламан Амингильды. Республика Казахстан. Казахский борец. Как мы помним... В первом круге... Квалификации победил... Якутского борца. На исходе последних секунд... Арсен Кондратьев. И... Меламан Амингильды. Пассив. Первый пассив дается... Казахскому борцу. Так. И... Второе предупреждение... За которое последует... Секундомер. Включено 30 секунд. эти правила борьбы наверняка уже знают все любители вольной борьбы так ломан амин гильды не стал дожидаться истечения времени и проходом в ноги заработал свои два балла а Пытается кристиговать сейчас Арсен Кондратьев соперника. Хорошее движение показал скорость и забрал руку еще два балла 8-0 10-0 до Ломана Менгельды. Вторая его победа на ковре триумфа. Есть фашмен из Казахстана проходит в одну восьмую финала во второй схватке. Более чем уверенно уже начинает раскрываться. Посмотрим сейчас за него победными баллами. Два балла набрал, здесь вот красивый перевод, закрутил и сразу последует накат. Взял захват, забрал руку, переворот, еще переворот и там еще будет. Мы остаемся на этом ковре, потому что сейчас на ковер Б выйдет главный фаворит за золото. В этой весовой категории до 57 кг Артем Габаев, действующий победитель первенства России этого года. Представитель Северной Осетии Алании Артем Габаев. Никутские любители борьбы. Никутские любители борьбы. В прошлом году спортсмена занял, был призером, да. Третье место, если не ошибаюсь, занял на турнире. Проиграл он в полуфинале, в полуфинале или в финале. Боюсь ошибиться, да, но Харес Халу Григориев проиграл. Интересные схватки. А сейчас он выступает уже в рамке паворита. Смотрим за борьбой лучшего юниора России Артема Габаева. Его соперник Дамир Явловский. Кстати, родной братишка Егора Явловского, который сейчас ранее выступал в предыдущей схватке. Вот так вот, дорогие друзья. Артем Габаев в победном для него первенстве России в Каспийске. В финале победил со счетом 3-1 нашего Льва Павлова. Дамир Явловский. Пока действует неплохо. В углу Артема Габаева сидит Вадим Лалиев. Двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, чемпион России. И победитель международного турнира Иван Ирыгин. Очень техничный борец. Был в недалеком прошлом. Владимир Лалиев сейчас работает в тренерском штабе юниорской сборной России. Итак, очередной проход. Ноги от Артема Габаева. Смотрим за его действиями. Очень грамотно борется. Никаких лишних движений, ошибок. В партии не стал особо разгоняться. 0-4 в пользу Габаева. В 2021 году Габаев был вторым призером на первенстве России. А в этом году уже выиграл турнир. Еще один проход. Так, 6-0. Да, и снова не очень активен в партии. Ну, возможно, он бережет силу. Потому что вот в партии, особенно когда вот борец накатывает. Спортсмены теряют много силы. Энергии. 6-0. Первый период. Артема Габаева. Многие сравнивают с борцом. Легендарным борцом, четверкратным чемпионом мира. Бесиком Кудуховым. Которого, к сожалению, нет с нами. Манеру борьбы, да. И вообще его человеческие качества сравнивают Артема с Кудуховым. 6-0. Артем Габаев ведет. У нас начался второй период. У нас начался второй период. Габаев взял захват. И, возможно, сейчас будет промокашка. Потому что он уже... Да-да-да, промокашка. И туши. Артем Габаев одерживает яркую победу. На Кабаре Б. Чистую техническую победу одержал Артем. Артем Габаев. Республика Зеверная Сития. Алахин. На Кабаре Б. Начинается мнение. Безовой категории. В итоге, восточный. Габаев. Соглашается. Жорик Учуев. Республика Зеверная Сития. Алахин. Вот он. Отход 2. Отход 2. Довольно. Да, мы останемся сейчас. Далее на Кабаре Б. Выйдут борцы весовой категории до 97 килограммов. Жорик Джиоев. И от бояр. От Ганбатор. Жорик Джиоев. Он представляет сборную команду России. Призер первенства России. Призер первенства мира. Его соперник из Монголии. От бояр. От Ганбатор. Вот он. Красавец юниор. Борцы весовой категории 97 килограммов. В этом весе всего 5 борцов и схватки между ними пройдут по круговой системе. Виктор Рохов. Республика Заха. Якутия. Добавим, что якутских борцов в этой весовой категории не представлены. Это такая единственная категория, где не будет наших борцов. В остальных весах наши борцы представлены. Эту схватку мы посмотрим. Все-таки Жорик Джиоев является представителем сборной команды России. И, возможно, будущая звезда российской и мировой борьбы. Зарабатывает он первые 4 балла. Еще 2 балла. Прокатом 6-0. Еще 2 балла. 8-0. И еще 2 балла. 10-0. Жорик Джиоев. Показал каскад приемов. И ему потребовалось для этого минута и 15 секунд, чтобы объяснить себе яркую победу. Жорик Джиоев. Республика Северная Россия. Оладь. На Кабре РП начитается поединке. Свой Григорий дольше 75 килограммов. Приглашается Арсен Калагарин. Республика Сахар-Икутия. Василий Григорий. Республика Сахар-Икутия. Вот он. Василий Карасея. Показал уровень. Сборная России. На ковер выходят борцы весовой категории до 65 килограммов. Два якутских борца. Арсен Халгаев и Василий Григорьев. 65 килограммов. Одна. Восьмая финала. Восьмая финала. В категории до 65 килограммов у нас 19 участников. Было 19. Сейчас у них начинается одна восьмая финала. После которого останется восемь борцов. Уже четверть в финале. Из фаворитов данного веса можно выделить Магомеда Байтукаева. Тоже чеченского борца. Прижеро первенства России. Мира. Вот он и будет наверное главный фаворит. Также Умар Умаров есть здесь. Победитель первенства России. Основная борьба наверное пройдет между этими борцами. Ну посмотрим что чем будут противостоять наши якутские борцы и спортсмены из зарубежных стран и регионов России. Победитель первенства России. 1-0 Арсен Халгаев впереди. Победитель первенства России. Победитель первенства России. В утренней и дневной части турнира пройдут предварительные и полуфинальные поединки. Так что финалистов мы узнаем уже в дневной программе. А вечером после торжественного открытия пройдут финалы в пяти весовых категориях. Арсен Халгаев вот он перед нами. Идет схватка 1-0. Его тренер Юрий Афанасьев. Чемпион республики. Работает сейчас на Чурабче. В спортивной школе. Работает весьма результативно. Молгаев прошел в ноги. И... Всего 1 балл. И то хлеб, можно сказать. Тем временем, да, Василий Григорьев отвечает хорошей контратакой и сравнивает счет 2-2. Впереди уже Василий Григорьев. Григорьевε. Играет. Играет. Впереди уже Василий Григорьев. Играет. 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 Минута 45 до конца, время есть, и у того, и у другого. Опа, хороший проход, молниеносный, я бы сказал. Заставил враслух Арсена Халгаева и заработал еще два балла Василий Григорьев. В партии не столь активен. 2-4. Последняя минута пошла, и Арсену Халгаеву надо сейчас что-то придумать. Два балла его спасают. Опа, Василий Григорьев еще выиграл два балла. Обычно, ну, в таких случаях борцы не атакуют, а стараются защищать свои баллы. Но другое дело Василий Григорьев, который нарастил свое преимущество. И за этот проход ему дали 4 балла. Потому что там, ну, был такой небольшой полет, да? И приземлялся. На ковре АП, победу одержал Алтар 6 Жильмэр, Республика Гориаде. На ковре АП, приглашается Генберг из Сахакян, Республика Армения, Владислав Смакарцев, Республика Сахар, Некутия. На ковре АП, победу одержал Василий Григорьев. Василий Григорьев одерживает победу и проходит на ковре АП. На ковре АП, приглашается Анатолий Крамыка, Республика Беларусь, Николай Аспиридонов, Республика Сахар, Некутия. Вот, смотрим, да, Егор. Михаил Иванов. Многократный призер чемпионата в России. Победитель первенства России среди юниоров. Сейчас работает тренером в училище Олимпийского резерва. Идем дальше. У нас на ковер приглашаются Анатолий Громыка, Беларусь. И вот он перед нами. Николай Аспиридонов, Республика Сахар, Некутия. Анатолий Громыка и Николай Аспиридонов. Обратим внимание на выход Громыка. Его сопровождает Владислав Андреев. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь. Многократный призер чемпионатов Европы. Призер чемпионата мира. Давненько мы не видели нашего борца, который сейчас работает старшим тренером сборной команды Беларуси. Владислав Андреев. Анатолий Громыка выступает. И начинает очень-очень активно зарабатывать первый свой балл. В доминирующем стиле физически очень силен, мне кажется. Попытка, броска через бедро и 4 балла. 5-0 ведет наш гость из Республики Беларусь. И какой красивый накат. Счет 7-0. Это уже серьезная заявка на победу в этом матче. 4 балла дает Андрей Громыка. А тут же последовал челлендж. Синий кубик. Ну, пока арбитр на ковре и боковой судья показали по 4 балла. Давайте посмотрим повтор. Что такое? Ну, тут надо на усмотрение судей. Мы не будем вмешиваться. Сейчас, наверное, хороший момент показать угол Андрея Громыка. Челлендж проигран. 4 балла. Отсюда красный балл. Так, и челлендж проигран. 12-0. Андрей Громыка. Дважды бросил соперника на 4 балла. И пока показал, наверное, самую красивую борьбу на этом турнире. Смотрим за действиями борца из Белоруссии. И вот решающий. Нет. Это был первый его проход. Сейчас будет... Да. Через Бедроу. 4 балла. Потом будет накат. Хороший захват. И... Да. Идеальный накат. Почти что. Так, и это был немного спорный эпизод. Но судьи почитали, что Громыка доработал 4 балла здесь. Идем дальше. Та же весовая категория. 65 килограммов. Николай Иванов и Игорь Матвеев. Два якутских борца. Та же весовая категория. Николай Иванов и Игорь Матвеев. Челлендж выбран. Балка на столу. После этой схватки также состоится интересный поединок. Павел Матвеев из Кемерово и Умар Умаров от Дагестан. Член сборной России. Посмотрим за этой схваткой тоже. Павел Матвеев. Продолжение следует... Вail Матвеев. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Игорь Матвеев Оба борца представляют команду Якутии На ковре А с явным техническим преимуществом Победу одержал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Первый период Игорь Матвеев на наших экранах Ему секундирует Молодой наш тяжеловес Евгений Аронов И старший тренер Юношеской Сборной команды Прокопий Иванов В углу В красном углу Субтитры делал DimaTorzok Игорь Старостин Субтитры делал DimaTorzok Еще один балл Забирает Игорь Матвеев Ну да Вот арбитры на ковре Показывает борцам Чтобы боролись Более активно И наверное с этим согласны И мы Учили зрители И болельщики На трибунах Которые жаждут Более яркой Зрелищной борьбы Игорь Матвеев Игорь Матвеев Игорь Матвеев минута 27 но еще 20 это рабочий счет 30 оказывается 30 извиняюсь еще один балл дали игорю матвееву внутри 0 это уже заявка на благополучный исход потому что до конца встреч остается всего одна минута николаева новость сейчас надо активизировать свои действия еще один балл зарабатывает игор матвеев 40 40 наши почетные гости абдулсалам гадисов слева сидит знаменитый дагестанский борец чемпион мира чемпион европы участника олимпийских игр старший тренер сборной россии центре александр степанович контоев замы директора училища олимпийского резерва многократный чемпион нет призер чемпионатах европы призер чемпионат мира и сурдолимпийский чемпион наш а якутианин василий стрекаловский так здесь победа губы игорь матвеев счет 6 0 6 0 уверенная победа игоря смотрим как набирал баллы игорь игорь матвеев продолжаем дальше тоже весовая категория 65 килограммов а павел матвеев кемерово и его соперник умар умаров республика дагестан член сборной команды россии победитель первенства россии и до боишь ошибиться но умар умаров вроде бы финалист первенства мира да вот сейчас у меня к сожалению нету под рукой про так записок но да он выступал на первенстве мира и был призером если не победителем умар умаров а а а а и Продолжение следует... Так, ну, Павел Матвеев, пока, пока, пока. Достойно смотрится против титлованного соперника, но все еще ничего не ясно. Сейчас будет счет 1-0. 1-0. Умар-Умара впереди. Так, и посмотрим, когда же сейчас разгонится дагестанский борец. 3-0. Посмотрим, как будет работать в партере. Опа, накат. 5-0. Заканчивается первый период. 5-0. 0-5. Пока впереди Умар-Умаров. Шамиль Кудей-Магомедов. Чемпион Европы. Чемпион России. Ну, в недалеком прошлом он был лидерным сборной России. Потом, как мы помним, поменял гражданство и выступал за сборную Италии. Сейчас работает в тренерском штабе сборной России. А также является старшим тренером юморской сборной Дагестана Шамиль Кудей-Магомедов. На ковре АП победу одержал Дмитрий Карастоян, Республика Болдова. На ковре АП начинается поединок весовой категории до 97-ми килограмма. Приглашается Владислав Козлов, Республика Беларусь, Максим Торбин, Амурская область. Опа, тут у нас Павел Матвеев прошел в ноги. Но, ну да, к сожалению, упустил свою хорошую возможность забрать бал. Кстати, арбитр на ковре – это Владимир Карпенко, исполнитель и директор Федерации спортивной борьбы Республики Саха-Якутия, а также зам директора Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд. Вот он перед нами, Владимир Карпенко. Откинуть борьбы. Откинуть борьбы. Иду, Топар, с бороться, с бороться. Борцы, активность. Раз, не боремся, сильнее боремся. Все попытки Павла Матвеева пройти в ноги или в другие атакующие действия встречает Умар Умаров. Очень грамотно. Ничего не дает сделать. Да, Павел Матвеев сейчас прошел, взял за ноги, но снова очень хорошо отзащищался Умар Умаров. И бала нету, ничего нету. Последние секунды истекает. И опять ноль. Умар Умаров одерживает первую победу. Павла Матвеева. Павла Матвеева. Павла Матвеева. Павла Матвеева. Так, ну, можно сейчас, наверное, перейти на ковер А, извиняюсь, потому что вот эта схватка, которая должна была состояться, Андрей Медловец и Алексей Репин, она не пройдет, потому что по причине травмы Андрея Медловец, который получил в предыдущей победной схватке травму на плече. Давайте все-таки останемся на этом ковре, потому что тоже хорошее, интересное противостояние наш ожидает прямо сейчас. Это Ренчин Гармаев, Республика Буреттия, против Николая Охлопкова. Посмотрим мы на ковер Б, останемся все-таки, потому что вот данная схватка будет очень и очень интересной. На ковер Б приглашается Николай Охлопков, Республика Саха, Никудия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Бурятские борцы, да, тоже всегда соперничают на российских и дальневосточных соревнованиях с нашими борцами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Медловец Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, и 30 секунд дали Ренчину Гармаеву Первые 30 секунд Еще раз напоминаем До полуфинала все пройдет без перерыва Ну и полуфиналы тоже без перерыва Вечером в 6 часов намечается торжественное открытие А в 18.30 начнутся финальные схватки в пяти весовых категориях Вчера вот прошла пресс-конференция с участием организаторов, почетных гостей И почетные гости многие отметили, что проведение юниорских турниров Вообще юниорских турниров очень мало в мире, скажем так И турнир Романа Дмитриева Один из ключевых Раньше он носил статус международного Восемь раз проводился И такие турниры отмечали, что В молодежном возрасте Спортсменов до 21 года Чтобы они На поле так Гладко, мяхо Перешли во взрослую борьбу С юношеского возраста Этот период всегда бывает очень сложным Для некоторых борцов И юниорские турниры помогают Молодым борцам Пережить Такую адаптацию Ренчин Агармаев Взял захват и попытался бросить Исполнить бросок, но Охлопков Держится И Что такое И пассив сейчас дадут Охлопкову 30 секунд 30 секунд И надо Николаю сейчас На ковер А Приглашается Леонид Слевцов Республика Саха-Якутия Принчин Принчинам Республика Бурятия 1-1 Будет Через 5 секунд Опа Николай Да Молодец И Не дал Заработить балл Сопернику И за Буквально за Считанные Миллисекунды За одну секунду Забрал балл Тем самым Не позволил Сопернику Взять балл За пассив Очень Так Неплохой Тайминг Показал сейчас Николай Охлопков И Опасное положение 2 балла Взял 6-0 4 дали 4 дали И работает На скрытном захвате Опасно сейчас Не надо отдавать Свою ногу Удал 1 балл И дал накатить И концовка у нас Будет очень Драматичная Потому что Счет у нас 3-6 Нет 3-4 Счет у нас 3-4 И остается 40 секунд Впереди пока Николай Охлопков Но За пассив За пассив За пассив Поэтому надо Как-то навязывать борьбу Не отходить назад Не пятиться Так и Рисковал сейчас Ринчин Гармая Но Бросок не получился 2 балла Николай Охлопков Проходит дальше 6-3 И выходит В четверть Финал Представитель Ильяковской школы борьбы Победил он Сильного Соперника Ринчина Гармаева Так Мы плавно Переходим На ковер Перейдем После Данного Видеоповтора На ковер А Где Увидим Выступление Чеченского борца Магомеда Байтукаева На ковре Здесь было важное положение Держал Клай Охлопков Соперника Интересная схватка Сейчас Нас Ожидает Магомед Байтукаев Лидер сборной России Кстати Из Чечни Финалист Первенства России Призер мира И Против него Арслан Трофимов Арслан Кстати На взрослом чемпионате Республики Боролся Причем Очень хорошо Показал себя Посмотрим Как он Будет Противостоять Лидер сборной России Магомеду Байтукаеву Арслан Арслан Трофимов Восписанник Сунтарской школы Борьбы Лев Павлов Арслан Трофимов Лев Это Лев Арслан Это В переводе Тоже Означает Лев Сунтарские Львы Сейчас любят Борцы Друг друга Покалывать Тигр Лев Байтукаев пока Чрезмерно Спокоен Получает Предупреждение За пассивность Ну вот За такие Надо Наказывать Трофимову Слишком Спокойно Пока Действует Магомед Байтукаев Может он Личным Самоуверен Можете Его Манера Борьбы Такая Посмотрим Как будет Вот он Получает Три Секунд За пассивность Опа Да Схватил За ногу И Возьмет Два балла Два балла Забирает Накат Сейчас пока 4-0 Два балла концовка первого периода ну мне кажется аслана трофимов сейчас надо действовать увереннее понаглее что ли а потому что вот ждать атаку соперника это не дело надо самому что-то предложить и искать счастье в атаке как говорится проявить сунтарский характер николай романов и семен павлов подсказывает своему подопечному но сунтарская школа борьбы одна из передовых республики по всем возрастам ведется хорошая работа а а а а а вот так надеюсь ведь прошел ноги арслан но очень умело сейчас встретил атаку нашего борца байтукаев и оказался а пока какой хороший контур прием но почему-то балл засчитали или так надо было байтукаеву 60 60 а а а а а а а а Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Команда хозяев Республики Саха-Якути. Козлов в первом круге победил Эдуарда Иванова. 7-2. Мы эту схватку видели с вами в начале трансляции. Льву Павлову 18 лет. Ему еще выступать 2 года по юниорам, а то и 3. Категория юниоров идет до 21 года. Боковый проход. Это его коронка. 4 балла. Нет, 2 балла дает судья. И посмотрим работу в партере от Льва Павлова. Да, мы видим, что Козлов очень грамотно защищался, подключив ноги. Вчера вот как раз на мастер-классе Вадим Лалиев показывал вот эти моменты. И Лев Павлов снова проходит в левую ногу соперника и бросает соперника на 2 балла. Почему не 4? Потому что соперник приземлился руками вперед. Накат. Еще накат. 8-0. Да, в партере отлично поработал сейчас Лев Павлов. И за полторы минуты управился лидер якутских борцов. 10-0. Очередная победа. В первой схватке Лев Павлов тоже победил соперника с таким же счетом. И уверенно шагнул в 1-4 финала. Смотрим за повтором. Вот и его вторая атака. Зацепил за ногу. И здесь серия накатов. Мы идем далее. Ян Васильев. Республика Саха-Якутия. Красный угол. И его соперник Жаргал Баяндуев. Два Баяндуева. Выступают у нас в этом весе. Урядские борцы. После этой схватки. Также на ковер будет его брат Баир Баяндуев. Один из братьев Баяндуевых является призером первенства страны. Тем не менее, первый балл набрал Ян Васильев. Красивым приемом уложил соперника. Заработал на 2 балла. Тем не менее, первый балл. Забрал спину Банендуев и сравнял счет 2-2. Забрал спину Банендуев и сравнял счет 2-3. Забрал спину Банендуев и сравнял счет 2-4. Забрал спину Банендуев и сравнял счет 2-3. Забрал спину Банендуев и сравнял счет 2-3. Забрал спину Банендуев и сравнял счет 2-3. И опасное положение. Но тут, к сожалению, время на исходе. И первый период заканчивается. 4-4. Ян Васильев показывает хорошую борьбу. И пока он впереди. Счет 4-4. Но по последнему действию Ян. Смотрим за яркими моментами первого периода. Жаргал сравнивает счет 2-2. И самое интересное нас ждет впереди. Вторая трехминутка пошла. Ян Васильев, Жаргал Баяндуев. Зачем сейчас надо было вот эти действия делать. И отдает 2 балла Ян. Еще 2 балла. Хороший захват взял сейчас бурятский борец. И счет уже становится 4-8. В пользу Баяндуева. Ошибся сейчас Ян Васильев. Но не хватило, может быть, опыта. Где-то мастерства. Да, вот эти переводами. Набрал все свои почти баллы. Жаргал Баяндуев. Излюбленный прием, мне кажется. Это его. Отрыв 4 балла. Это довольно... Ох! Хороший проход сейчас. Анарком провел Ян Васильев. И отставание всего 2 балла. До конца остается полторы минуты. 6-8. Время еще есть. Времени очень много. Предостаточно. На один и тот же прием попался Ян Васильев. 4 раза. И все, мне кажется. Кажется. Тут 12-6. Все. Отдал руку. Вроде бы все складывалось. Благополучно до конца. Но вот этот... Вот эта ошибка, которую... Пропустил Ян Васильев. Стоило ему победы. Жаргал Баяндуев проходит в четверть финал. Где? На одни и те же грабли наступил несколько раз Ян Васильев. Ну, дело молодое. Будем верить. Надеемся, что... Ян извлечет... Уроки от этой схватки. Полезные уроки. Очередная пара. 57 килограммов. Одна восьмая финала. Виктор Ровкин. Республика Саха-Якутия. И Баир Баяндуев. До этого был Жаргал Баяндуев. А теперь Баир Баяндуев. Внешне они похожи. Очень. Очень. красиво прошел за спину заработал два балла первые и работает партере накат еще накат еще накат и очень вас коротично завершился этот поединок за минуту 20 секунд баир оба индуев одерживает победу на это и 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 как мы идем дальше выходит на ковер из красного угла представителя армении сахать какое символичное символичная фамилия саха но киан с окончанием против него амен гильды из а казахстана и ломан для него это уже третья схватка на этом турнире у саха киана вторая первую схватку армянский борец победил со счетом 10-0 такой крепкий крепко сбитый борец физически очень силен чем и воспользовался вот в данном эпизоде вытолкнув буквально вот своим мощью соперника за ковер а а а а а а а а а еще один балл зарабатывает армянский борец одним и тем же приемом за ковер а а а а а а а и Продолжение следует... Да, после данной схватки пройдут четвертьфинальные схватки, поединки весовой категории до 74 кг, далее 86 кг, так что будет интересно. Продолжение следует... Сахакян прошел в ноги, да, но Амэнгельда очень защищался и ушел от опасного положения. Один и тот же прием помог Сахакяну заработать свой уже третий балл. 3-0. Первый период. Выступают у нас на ковре зарубежные гости всероссийского турнира. Напоминаем, на турнире Романа Дмитриева выступают борцы из пяти зарубежных стран. Это Армения, Казахстан, Белоруссия, Молдова и Монголия. Также широко представлены регионы Российской Федерации. Всего из 12 субъектов нашей страны приехали участники, в том числе и сборная команда России. Первые и вторые номера. Посмотрим, что сейчас придумал казахский борец во втором периоде. Потому что ключ к успеху в первой половине встречи он не нашел. Наверняка тренеры что-то подсказали. Нашли нужные слова, решения какие-то. Да, вот он забежал таки за спину. Взял первые два балла. Счет 2-3 стал. И работает в партии. Забрал руку, но, 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 но. За ковер. 3-2 ведет армянский борец. В опасной зоне находится казахский борец. Но перевернул. Один балл может решить данные встречи. Всего один балл. Еще один балл. Еще 4-2. 4-2. В пользу Сахакяна. Но для Амэнгильды еще ничего не меняется. Он должен забрать. Для победы 2 балла. Попытка прохода в ноги. Не увенчалась успехом. Не увенчалась успехом. Опа. Да, вот это 4 балла. Отличный бросок от казахского борца. Так, и у нас счет 5-6. Остается 3 секунды. 5-6. 3 секунды остается. Казахский борец отлично проявил себя в концовке. Вот эти 4 балла, которые я исполнил. Возможно, возможно, возможно. Мы будем победу. Тем временем на параллельном ковре идет ожесточенная схватка Калачева на Тякутии. Казахский борец отлично проявил себя в концовке. Так, здесь арбитры смотрят челлендж, который выбросили представители Армении. И челлендж проигран. Проигран. 3 секунды остается. Армянский борец прошел в ноги, но время закончилось. Счет. 7-6. Казахский борец. Эломан Амэнгельды одерживает третью подряд победу на турнире. И он выходит в четвертьфинал турнира. Показал настоящую волю к победе. Мы продолжаем нашу трансляцию. Теперь на ковер выйдут борцы весовой категории до 74 килограммов. Это у нас одна четвертая финала состоится. Тумен Бадеев. Призер первенства России и Антон Сучков. Тоже хороший борец. Призер России. Кстати, он переходит к родным младшим братом Никите Сучкову. Знаменитому красноярцу Никите Сучкову. Выступает он в той же категории, что и старший брат. Борьба за выход в полуфинал. Интересная схватка. Два сильных борца. Так что будет очень интересная борьба. Борьба за выход. И так, схватка началась. Сучков попытался дважды пройти ноги. Сначала влево, потом вправо. Ну, Тумен Бадеев. Встретил своей защитой. Сучков в первом круге победил. Юлиана Сильвестрова из Якутии. Проход развернулся. И сейчас заберет два балла. Борьба за выход. Продолжение следует... 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 Сергей Семенов показывает предупреждение Антону за пассив. Продолжение следует... Никита... Нет, Антон взял за ногу и попытается сейчас... Хотя нет... Интересное положение... И стойка... Минута остается до... Конца встречи... Счет 0-3... В пользу Антона Сычкова... Продолжение следует... Нужно отыграть 3 балла... Против Антона Сычкова... Это будет очень сложно... Продолжение следует... Продолжение следует... Стойка... Стойка 27 секунд... И 3 очка отделяют... Антона Сычкова... От... Полуфинала... Победитель выйдет... Полуфинал... Напомним... Победитель... 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 Еще один балл... Набирает... Антон... И... Сейчас... За 11 секунд... Если не произойдет... Чудо... То... Он... Выходит... Полуфинал... Всероссийского... Турнира... Память олимпийского... Чемпиона... Романа Михайловича... Дмитриева... Да... Уверенно выиграл... Поединок... Заработал... Четыре очка... И... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Федора Болтуева, который становился призером Ярыгинского турнира, который становился призером первенства в России победителем да и Александр начал очень лихо эту схватку забрал уже 6 баллов из корметной еще одну еще один накат будет и еще и пожалуй наверное самая быстрая победа на этом турнире за 44 секунды потребовалось Александру Болтуеву, чтобы обеспечить себе комфортное перемущество 10 баллов внешне очень похож на брата Федора смотрим за действиями Болтуева вот он накат еще накат еще накат так мы продолжаем весовая категория 86 килограммов тоже 1,4 килограммов монгольский борец Усуз Ирээдуй от Гонбат вот он перед нами и против него выйдет красноярец Тимур Котаев 86 килограммов друзья на двух коврах идут четверть финальные поединки здесь 4 балла Котаев красная еще 4 балла опа вот и он у нас самая быстрая победа рекорд турнира сколько 6 на 20 почти за 20 с лишним секунд победу одержал Тимур Котаев здесь еще 4 балла возьмет Котаев и далее накатит остаемся на этом же ковре категория 86 килограммов вторая четвертьфинальная пара на ковер выходит Айтал Уйгуров его соперником станет борец сборной России представитель дагестанской школы борьбы Мустафа Гаджи Малач Дибиров победитель первенства России призер первенства мира первый номер сборной России будет противостоять нашему борцу довольно таким сложным именем фамилии Мустафа Гаджи Малач Дибиров ну если Малач Дибиров и дальше будет выигрывать внутренние и международные старты то мы наверное привыкнем к его имени и фамилии выговаривать будет уже более легче 4-0 проход накат накат еще накат еще накат будет ух ты вот это уровень будет первого номера сборной России и у нас очередной рекорд на турнире за полминуты Мустафа Гаджи Малач Дибиров одерживает безоговорочную победу над Айталом Егоровым Малач Дибиров президент Айталом Малач Дибиров Малач Дибиров Малач Дибиров Малач Дибиров зачитает объемы беззвольных 3907 кг приглашается и неожиданно выяснить дикторию Максима Тарбин Малорусская область Вот он Мустафа Гаджи Малач Дибиров показал непогаданно зрелую борьбу Малорусская область а каждого в последние 3 раунд весовая категория 97 кг здесь 5 участников поэтому призовые Призовые места спортсмены разыгрывают по круговой системе, получается каждый борется с каждым, и у кого больше будет побед, тот и станет чемпионом, у кого будет больше очков, чем у остальных, тот, второй, третий и в таком порядке будут разыгрывать медали. В категории 97 килограммов у нас нету участника у сборной команды Якутии. Ну и совсем скоро, совсем скоро, где-то, где-то, где-то через 4-5 схваток, включая данную схватку, состоятся полуфиналы. Полуфиналы, так что до полуфиналов уже рукой подать, дорогие друзья. Финальные схватки пройдут сегодня вечером в 18.30 после торжественного открытия. Открытие состоится в 18.00. На колею «Б» победу одержал Анатолий Горобаков, Республика Беларусь. На колею «Б» приглашается Денис Лебер, Красноярский край, Кумаро, Республика Дагестана. Так, и чистая победа. Чистая победа Илья Жибалов. Борец представляет Республику Бурятия. Побили у него «Бурятская». Ну, такой, скажем, полукровка. Анатолий Горобаков, Республика Дагестана. Итак, мы переносимся на ковер «Б», где начинается схватка в 1-4 финале. Категория 65 килограммов между Денисом Репиным и Умаром Умаровым. Умар Умаров. Синий угол. Член сборной России. Титлованный для своего возраста борец. Первый номер сборной России. Будем, как говорится, посмотреть. После этой схватки состоится тоже интересная встреча между Жаргалом Баендуевым и Николаем Охлопковым. Так что, дорогие телезрители, далеко не уходите. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Не дал работать в партере, но физически ничем не уступает Денис Репин. Денис Репин. Денис Репин. Денис Репин. И Игорем Матвеевым. Ну, а у нас идет четвертая пара четвертьфиналистов. Денис Репин и Умар Умаров. Мы же останемся на этом ковре и посмотрим после этого четвертьфинал категории до 57 килограммов между Жаргалом Баендуевым и Николаем Ахлопковым. 7-0. Комфортный счет для Умар Умарова. Уверенно выходит в полуфинал. Выходит Умар Умаров. Да, после завершения четвертьфинальных поединков сразу же начнутся полуфиналы. До полуфинальных схваток остается совсем-совсем чуть-чуть. Продолжение следует... Республика Центрая. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова И Николай Охлопков. Интересная схватка. Жаглаба Индуев. Мы видели, как он победил нашего борца в предыдущей схватке. Одним приемом, переводом после завязки руки. Так что Николаю Охлопкову надо быть очень внимательным. И не поддаваться на борьбу соперника, а самому диктовать условия. Но это мое скромное видение, что подсказали тренера. Мы посмотрим, какую тактику выбрал Охлопков. Да, вот. Пока две попытки Жаглаба Индуева провести свой коронный перевод не увенчались успехом. Так. Активити тайм. Дали нашему борцу 30 секунд. После которых, если ничего не произойдет, то балл будет записан на Байандуева. Ищет свой захват Байандуев. А Николай Охлопков пытается. Приглашает мне припалок Алексей Ревин. Оба припалки для этой изменились в своей встрече. Активити тайм. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, на параллельном ковре стал известен финалист турнира в этой категории, 74 килограммов. Им стал Александр Балтуев. Александр Балтуев встретится с победителем пары Антон Сучков и Армен Мусикян. Вот такая информация. Сучков прошел в ноги. Сейчас попытается заработать 2 балла, но ему сложно, потому что тут такой обоюдный захват. Но, тем не менее, из трудного положения Антон забрал 2 балла и... Да, забрал 2 балла. Мне показалось, что он упустил этот момент. Тем не менее, тем не менее, Антон умудрился таки взять. Два балла. Две минуты остаются до конца полуфинальной встречи. Минуты 20. Сейчас будем смотреть за попыткой атаки от Армена Мусикяна. Ему нужны два балла. Один балл не устраивает армянского борца. Продолжение следует... Концовочка. 13 секунд. Что же делает Армен Мусикян? Пока ничего, пока ничего. Сучков пытается... Один балл отдает. Один балл. Два-два-три секунды. Четыре секунды остается. Четыре секунды. Сучков сам идет вперед. И последние, последние, последние. Все, 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 все. Антон Сучков выходит в финал всероссийского турнира в памяти Романа Дмитриева в категории 74 килограмма, где встретится с Александром Балтуевым из Иркутской области. У нас известна уже первая пара финалистов. Антон Сучков против Александра Балтуева. Идем далее. Еще одна полуфинальная пара. Сейчас борцы готовятся выйти на ковер. А пока смотрим, как одерживал победовник Антон Сучков. Тимур Катаев. Еще один представитель Красноярского края выходит на ковер. Против него кемеровчанин Егор Нужин. Представители Красноярской школы борьбы часто приезжают на турниры. В Якутск. И мы к ним едем постоянно. Якутские борцы регулярно участвуют на международном турнире Гран-при Ниван Ярыгин. Наши борцы участвуют на всероссийском турнире Академии Дмитрия Миндешвили. И, можно сказать, между нами проложен такой мост дружбы и сотрудничества. Тимур Катаев и Егор Нужин Кемерово. В Кемерово, кстати, намечается тоже всероссийский турнир. Среди молодежи. Правда, там формат немного поменялся в последние годы. Турнир пройдет в формате стенка на стенку. Так, Тимур Катаев зарабатывает еще 2 балла. Счет 4-0. Еще 2 балла. 6-0. Интересные приемы. Каскад показывает Красноярец. Да, необычные оригинальные приемы. Еще 2 балла. И вот эти кувырки, возможно, войдут в различные хайлайты и будут распространяться в соцсетях. Потому что Тимур Катаев одержал красивейшую победу и вышел в финал. Второй Красноярец выходит в финал турнира Ивана Ярыгина. А кто будет ему противостоять в финале, еще неизвестно. Либо это будет Малач Дибиров или Юршин. Руслан Юршин. Эта схватка сейчас проходит в параллельном ковре. Я же предлагаю оставаться на ковре А, потому что там будет полуфинал. Иван Потапов против Андрея Громыка. На ковре А полуфинал весовой категории 65 килограммов. Иван Потапов встретится с Андреем Громыка из Белоруссии. Борцы выходят. Ну, во всяком случае, Иван Потапов уже стоит на ковре. Готов оспорить путевку в финал. Иван Потапов. Здесь Чуропчи. Проходил последний сбор с командой лидеров сборной республики в Адлере. Его соперник Анатолий Громыка. Республика Беларусь. Громыка приезжал на турнир олимпийского чемпиона Павла Пенигина. Этим летом занимал второе место. По-моему, уступил Анатолий Иванова, нашему борцу. Выступал он тогда в категории 62 килограмма. Сейчас выступает в категории до 65 килограммов. Пока идет завязка. Иван Потапов. Болеем за него. Но соперник серьезный, крепкий. Попытка прохода в ноги, но... Владислав Андреев. Титулованный легионер из Якутии. Сейчас работает старшим тренером сборной Белоруссии по юниорам. Призывыка при ведущей 65 килограммов. Приглашается Макомедный Пайтугая. Чеченская республика. Умано-Умано. Дагестанская республика. Так, и активити тайм дали белорусскому борцу за пассивную борьбу. Ух ты, опасно. И... К сожалению... Ну, сильно пока у него унывать не будем, потому что идет только первый период. 2-0. Повел Громыко. Поймал на контрдействии нашего борца. Вторая полуфинальная пара в этой весовой категории. Это... Он проходит параллельно. Начинается... Магомед Байтукаев и Умар Умаров. Два представителя Кавказа и Дагестана. А здесь перед нами в первой полуфинальной паре встречается Иван Потапов. И... Ух ты! Упустил хорошую возможность зацепиться за ногу Иван Потапов. И первый период завершен. 0-2 в пользу Андрея Громыко. Владислав Андреев. Смотрим, как он набирал бал. И 0-2. Сразу же со свистком прошел в ноги. И... Так. Смотрим, как оценит судья. 4 балла дают... Громыко. Сразу же летит кубик. И еще 2 балла дает арбитр. Но будем... Челлендж полетел. Ну и такой обратный прием. Всегда, всегда, всегда имел спорный характер. И не всегда объективно. Иван проходит. Да. Неоднозначный момент. Ну, мне кажется, тут 4 нашему и 2... Громыки. Ну, это мое такое личное мнение. Я сейчас из себя большим специалистом борьбы не считаю. Но... Понимаю. Аналогичный... Эпизод. Бросок. Ситуация была... Финальная схватка Ерыгинского турнира между Нергуном Скрябином и... Да. Тогда... В такой же ситуации 4 балла дали Ерыгинского скрябином. 2. Его сопернику. Из Чечни. Посмотрим сейчас. Вот он, Андрей Громыко. Внимание. Последний. 4 балла. 2 балла. 4 балла. Громыки. 2 балла. Опа! Сразу бросил на... 2 балла всего дает. Арбитр. Но ничего. Иван Потапов заряжен. 4-2. Проход в ноги. Проход в ноги. Надо забрать еще 2 балла. Забирает. Отдает 2 балла. 6-10. Счет. Иван Потапов. Показывает искрометную борьбу. 4 балла. Отделяет его. От финала. И 2 минуты. Отдает спину. Так, тут надо. Отдает 1 балл. Громыка. Своему еще физической данными. И отрыв 5 очков. Но время еще есть. Минута 50. Попытка прохода в ноги. Отдал руку сейчас. Поднять. Бросится. 4 балла надо записать на Потапова. Вот это да. 10-11. Но пока, пожалуй, это... Один из самых... Один из самых ярких схваток данного... Полуфинала. Вернее... Пока мы уступаем в счете. Но, но, но... Есть еще шансы. Минута 20. Тем временем Магомед Байтукаев ложит на туше Умар-Умарова. Ух ты! Еще один балл забирает Потапов. И счет 11-11. В пользу теперь уже борца из Чуропчи. Иван Потапов. Вся трибуна ЦСП Триумфа сейчас скандирует. Да, и... Так, сейчас надо более грамотно. И еще один балл забирает. 12-11. Иван Потапов. Подустал сейчас Андрей Громыко. Так, главное сейчас не заиграться. Ну, так, ну, в положении партера. В положении партера борцы выходят. 44 секунды остается. 44 секунды. 12-11. Иван Потапов впереди. Проигрывал он в 5 баллов. В 5 баллов выступал. Внимательно, да. Внимательно, 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 внимательно. Очень внимательно надо действовать. Любой балл сейчас можете решить в исходе этой встречи. Да, и... Балл. Балл, балл. Еще один забирает Иван Потапов. На характере. Вроде бы ведет в счете один балл, но все же идет в атаку и забирает вот это. Так, ну, все равно нельзя расслабляться. Сейчас Громыко будет рисковать. И все. Молодец, Иван Потапов. И... Выигрывает путевка в финал в категории до 65 килограммов. Иван Потапов. Доволен. Да, необычайно тяжелый получился полуфинал. Проигрывал он по ходу встречи. Так, у нас начинаются полуфиналы в категории 57 килограммов. Параллельно на двух коврах. Но мы будем смотреть ковер А, где выйдет наш лидер Лев Павлов против Жаргала Баэндуева. Да, смотрим вот схватку. Да. Отсюда будет 4 балла. У нас уже есть один финалист. Иван Потапов. В категории 65 килограммов встретится с Магомедом Байтукаевым. Тем временем перед нами полуфинал в налегчайшей весовой категории до 57 килограммов. Лев Павлов против Жаргала Баэндуева. На параллельном ковре идет другой полуфинал в этой же категории. Там встречаются Баир Баэндуев и Артем Габаев. Оба брата Жаргал и Баир Баэндуевы провели также очень хорошие складки в предварительных поединках. Да, вот и в завязке рук они очень переводы умело используют оба борца. У Льва Павлова хорошо проходят боковые проходы в ноги. Защита также у него хорошая у нашего борца. Да, но не будем говорить так громко. Теперь еще ничего не решено. Все свои схватки, три схватки до полуфинала. Лев Павлов выиграл с учетом 10-0. Да, и вот проход в ноги увидел. И должен забрать два балла сейчас, Лев. И Сунтара 2-0 ведем На другом ковре пока 0-1 ведет Артем Габаев. И пока все уйдет к тому, что состоится повторение финала первенства России между Львом Павловым и Артемом Габаевым. Но пока еще братья Жаргаловы братья Баяндуевы проигрывают. Лев Павлов Попытка прохода в ноги. Минута до конца первого периода. Да, еще один проход в ноги. Такой же. 4-0. Лев Павлов набирает еще два балла. Но пока в партии он особо себя не проявил. И Лев не пытается пока работать. 4-0 ведет Лев Павлов в полуфинал с Жаргалом Баяндуевым. Первый период завершен. Секундирует молодого борцарица отец Семен Павлов и Николай Данилов. В трико от фирмы Iron Collection выступает Лев Павлов. В этом трико он становился чемпионом в Сибулике. Трежером России. Спасибо. Спасибо. Старается поймать на ошибке соперника. К тому времени на параллельном ковре Артем Габаев ведет встречу 6-0 против Баира Баендуева. Так что смею надеяться, что первый финалист уже известен. Это Артем Габаев. Там уже 8-0. У нас пока 4-0. Лев Павлов контролирует ход встречи. Вяжет, вяжет. И... Да. Поймал. Перевел. Ух ты! Увернул сейчас Баендуев. А полминут остается. Вот эти вот последние 2 балла надо было мне как-то набрать. Все-таки нужно было. Потому что сейчас не все еще решено. Последние попытки Баира Баендуева. 6 секунд, 5 секунд. Лев Павлов защищается. И... 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 Лев Павлов Выходит в финал всероссийского турнира Романа Дмитриева. И... В схватке за золото наш борец встретится со своим главным соперником на российской арене Артемом Габаевым. Победителем первенства России. Так что вечером у нас... Нас ждет повторение финала первенства России. Артем Габаев и Лев Павлов. Да, ну в целом до начала турнира вот эта финальная пара. Многие ждали. Ожидали. Многие. Многие. Продолжение следует... 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 С Магомедом Байтукаевым, а в категории 57 килограммов Лев Павлов встретится с Артемом Габаевым. Ну и конечно же будут схватки за бронзовые медали, где будут представлены тоже якутские борцы. Так что первый день финалов будет очень интересным. Спасибо. Схватку пока ведет Владислав Козлов из Белоруссии. Видим, что у белорусской команды тяжелой местной категории растет хороший борец. Ну и у бурятских, бурятской команды тоже Илья Жибалов показывает неплохую борьбу. Ему сейчас оказывает медицинскую помощь. Да, получил рассечение. Илья Жибалов. Илья Жибалов. Минута до конца схватки. Так, ну подводя итоги первой половины дня, первого дня соревнований, можно сказать, что таких больших неожиданностей и сюрпризов не произошло. В категории 57 килограммов вышли те борцы, на которых и рассчитывали. Илья Павлов и Артем Габаев в категории 65 килограммов. Да, Иван Потапов молодец, проявил себя и достойно, заслуженно вышел в финал. И встретился с серьезным соперником из Чечни, членом сборной команды России, победителем преимущества России Магомедом Байтукаевым. Илья Жибалов, 74 килограмма, нас ждет интересный финал. Там Антон Сучков будет бороться. Неплохой финал нас ждет и в категории до 86 килограммов. Так, оказывают, да, перебинтовали сейчас Илью Жибалова. В роли раненого борца сейчас будет выступать. Продолжит схватку полуфинальную Илья Жибалов. Да, и частенько вот борцы, которые вот выступают в повязках, в винтах, они зачастую выиграют схватки, проявив какие-то героические поступки там, да. Вот эти повязки дают иногда дополнительную. Но хотя здесь в данном случае вряд ли нет. Пожалел сейчас. Владислав Козлов мог бросить. А может и не смог. 5-0. Последние секунды, да. И Владислав Козлов выходит в финал. Нет, не финала. Тут же у нас круговая система. Поэтому поддерживает победу, которую, возможно, даст ему путевку. Владислав Козлов и дорогие телезрители, на этом мы не прощаемся, но говорим до свидания. До вечера в 16.00 состоится открытие торжественное нашего турнира. Всего доброго и до свидания. Приглашается Петр Адамов, Анатолий Козлов. Оба представляют Республику Саха, Якутия.